А сегодня депутаты выделили полтора миллиона на комбайн для заливки льда. Шлифовать новый каток на Соборной вручную как-то не солидно. Сейчас на балансе управления по делам молодежи 21 хоккейный корт. В ближайшее время все их предстоит заливать. Плюс главный каток города на Соборной. Чтобы кататься на коньках было удобно, за льдом необходимо ухаживать. Именно для этого и нужна техника. Раньше поверхность шлифовали подручными способами. Мы живем с вами в 21 веке и до сих пор заливаем хоккейный корт и шлангами, и тряпками. Извините, но это абсолютно так и есть. Ну и плюс самое, наверное, тоже немаловажное, что у нас добавляются объекты, которые мы курируем в заливке. В прошлом году вы видели, у нас добавится сквер литки, который мы будем заливать и в этом году тоже. И это был каток, который пользовался небывалой вообще популярностью. Комбайн для заливки льда обойдется бюджетом в полтора миллиона рублей. Как говорят в мэрии, деньги найдут за счет сэкономленных средств. Единственное, что вызвало вопрос у депутатов, почему берут не самоходную технику, а прицеп, который надо перевозить. Ведь машина обладает мобильностью и могла бы выполнять больший объем работ. Ответ оказался, просто такая техника стоит слишком дорого. Данное средство не обладает мобильностью. Да, конечно, есть и средства, которые действительно на базе самоходной техники, но это немножко другие деньги. И, соответственно, в условиях, когда мы экономим средства и стараемся их действительно экономно расходовать и расходовать целесообразно, конечно, мы остановились на таком варианте, который не самоходный. С учетом того, что обеспечить его использование мы сможем. Подготовка к заливке катков начнется через месяц, если, конечно, погода позволит. Ведь по статистике, начало декабря вот уже три года Владимир выдается довольно теплым. Прошлой зимой каток на Соборке вообще простаивал из-за оттепели. На этот раз, возможно, все будет по-другому, ведь синоптики обещали настоящие русские морозы.